Если меня берут таким экстремально крупным планом, значит в студии есть гости. Я рад представить Людмилу Прокудину, главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения Республики Крым по инфекционным заболеваниям у детей. Доброе утро. Доброе утро. Мы с Антониной очень переживаем пик заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Расскажите об этом, насколько все серьезно и чего нужно опасаться. Вы знаете, да, действительно, у всех на устах это новая наша инфекция, новая коронавирусная инфекция. Это новый вирус, который не изучен еще до конца, и особенностью его является то, что он быстро распространяется. Вы уже знаете, что объявлена пандемия, и она не связана не с тем, что массово болеет, а с тем, что распространение очень большое. Больше 100 стран уже регистрируется это заболевание. Правильно я понимаю, что главная, скажем, вредность этого вируса в том, что он высококонтагиозный, при этом не самый токсичный? Нет, он таконтагиозный. Контагиозный, действительно, он распространяется при коротковейном контакте с больным, человек заболевает. У нас нет иммунитета, у нас нет вакцинации, таким образом восприимчивость очень высокая. И нужно сказать, что, конечно, оно начинается как банальная респираторная инфекция, с повышения температуры, 38 и выше, кашель, насморк, боль в горле. Но очень часто он дает тяжелые осложнения. И, как правило, это страдают лица, как мы их называем, группа риска, это старше 50, это 60 и выше лет. Это лица, которые имеют хронические тяжелые заболевания, как со стороны сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, эндокринной, беременные женщины. Дети раннего возраста тоже подвержены, может быть, тяжелым осложнениям. Вот она, эта инфекция опасна именно тяжелыми осложнениями. И я хочу сказать, самое тяжелое, и чаще всего это тяжелые пневмонии. Это очень опасно, когда идет повреждение легких, и иногда невозможно спасти больного, если он не вовремя обратился. Людмила Ивановна, успокойте нас. Скажите, пожалуйста, насколько Министерство здравоохранения России и Крыма готово, ну, скажем, встретить врага лицом? Ну, вы понимаете, что медицина всегда на страже, и мы уже с января месяца уже готовимся. У нас обучены все медицинские работники. Мы готовимся, и разработаны планы на случай выявления. У нас уже мы знаем, как себя вести. Сейчас у нас, конечно, идет динамическое наблюдение за лицами, прибывшими из стран, где регистрируется коронавирусная инфекция. И эти лица наблюдаются ежедневно медицинскими работниками в течение двух недель, и проводится их обследование. Как только, если будет случай выявления, то, естественно, будут запускаться в план другие действия при выявлении. Конечно, нужно в первую очередь, и первое главное, изолировать больного. Больные с подозрением на коронавирусную инфекцию будут срочно госпитализированы. Контактные будут наблюдаться, обследоваться. Таким образом, для того, чтобы прекратить именно распространение. Это самое главное. Пути передачи, вы знаете, они такие, которых сложно ограничить. Это воздушно-капельный путь, воздушно-пылевой, контактно-бытовой. Это то, что очень сложно как-то резко оборвать. Поэтому здесь нужно на это обращать внимание. Людмила Ивановна, но как себя обезопасить? Что нужно делать людям? Во-первых, уже многим объявляется, значит, это не идти туда, где есть больные. Масочный режим, особенно в местах людных, это и в транспорте, и это на каких-то мероприятиях. Зазорного ничего нет, если мы одеваем. Во всех медицинских организациях уже давно введен масочный режим, не только по коронавирусу, но и по гриппу. Таким образом, мы выдаем маски лицам, которые посещают поликлинику и в стационарах. Таким образом, уже какая-то степень препятствия. Естественно, очень важно это тщательно мытье рук и частое, потому что наши руки являются чаще источником передачи инфекций и заражения. Мытье рук, обеззараживание. Поэтому здесь нужно учить себя напоминать и обязательно детей. Потому что дети наши забывают о том, что нужно мыть руки чаще, чем обычно. Позвольте еще попросить внести ясность в этот вопрос. Очень многие недобросовестные фармацевтические компании рекламируют свои противовирусные препараты, которые официально заявлено, что не имеют противовирусного доказанного действия. Могли бы прокомментировать? К сожалению, у нас еще нет препаратов, которые действуют на этот вирус. Оказывается, помощь противовирусная широкого спектра и при осложнении уже лечатся осложнения. Поэтому нужно, главное, профилактика, не заболеть. Вот если мы не заболели. Но если у вас есть в окружении лица, которые прибыли из-за границы в страны где-то, или же контакт заболел, что он контактировал с кем-то из этих лиц, конечно, нужно срочно обратиться в медицинскую организацию. Вызвать врача надо, мне надо идти в поликлинику. Вызов врача, и мы уже решаем. Если малейшее подозрение, малейшие мысли, мы госпитализируем обязательно. Людмила Ивановна, большое спасибо. Успокоили, внушили надежду. Я надеюсь, что я убедила, что профилактика это главное. Первый закон врачей медицины. И все зависит от нас с вами. Большое спасибо. Напоминаем в гостях нашей студии Людмила Прокудина, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Крым по инфекционным заболеваниям у детей.